Я так тебя люблю. Я тебя. И плевать на все эти правила, что русалка и вампир не могут быть вместе. Мне тоже. Я хочу быть с тобой вечно. И поэтому... Что ты делаешь? Ты согласна стать моей женой? Ты сумасшедший. Да, да, конечно, согласна. Согласен ли ты, вампир Зак, взять в жены русалку Тину? Да. Согласна ли ты, русалка Тина, взять в мужья вампира Зака? Конечно, согласна. Этим придуркам же плевать, что их союз против природы. Да. Объявляю вас мужем... И женой! Неужели вы поженились? Нам никто не помешает. Теперь нам больше никогда никто не помешает. Как противно на них смотреть. Фух. Хорошо, хоть они детей не смогут иметь. А теперь пришло время бросать букет невесты. Да. И раз, два, три. Фью, вырезет меня этот меню. Сейчас, следующее, я выходу замуж. Так, 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 так. Ты не поверишь. Что, что, что случилось? Смотри. Это градусник? У тебя температура? Нет, дурачок. Там же не градус, а две полоски. И что это значит? Это тест на беременность. У нас будет ребенок. Да ладно? У нас будет ребенок. Он нас уже слышит? Привет, малыш. Я твой папа. Это, конечно, мило, но я сомневаюсь, что ребенок нас может уже слышать. Еще слишком рано. Мне кажется, уже не рано. Ты о чем? Ой, он вырос. Как ты быстро растешь. Ой? Это не ой. Это... Дети так быстро не растут. Это ненормально. Так мы же с тобой тоже своего рода ненормальные. Вампиры, русалка. С этим срочно нужно что-то делать. Идем быстренько к врачу. А может, лучше было к ведьме идти, а? Любимый, но ты же знаешь, что все ведьмы против того, что мы вместе. Вдруг врач не поможет? Все будет хорошо. Не переживай. Добрый день. Беременная русалка? Я... Мы... Она. Она. Все понятно. Еще один нервный папаша. Идемте. Итак, когда вы узнали, что вы беременны? Сегодня. Сегодня? Вы так долго не замечали живот? Да он у нас на глазах прям вырос. Это ж ненормально вообще. Успокойтесь. Успокойтесь. Вот он кровавый леденец. Итак, посмотрим. Ой, там рыбки. О, и летучие мыши? Все понятно. У вас морпайр. Кто? Морпайр. Гибрид русалки и вампира. Они очень быстро растут. Поэтому и живот так быстро появился. Ну и что теперь делать? Что и все. Заботиться о маме и ждать рождения ребенка. Блин, опять. Что, снова тошнит, да? Да. Ничего не могу есть. Очень хочется. Капец. Ты уже два дня ничего не ела. Нашему ребенку не подходит обычная еда. Он хочет что-то другое. А что это так вкусно пахнет? Это кровавый сок. Он только для вампиров. А наш ребенок наполовину вампир. Ну как? Вкусно. Неси еще. Ладно. А это что ты? Наш? Да. Доченька наша Ева. Пока я ходил за кровавым соком, ты успела родить? Ну да. Раньше сказала, что морпайры очень быстро растут. Офигеть. Наша малышка. Наша малышка. Ей же нужна люлька. Девочка. Вот. Я совместил стиль русалки и вампиров. Думаю, нашей доченьке очень понравится. И главное, доченька, в школе не балуйся. Хорошо, мам. Это наша Ева? Привет, пап. Тебе ж на вид лет 16. Ага, я быстро расту. И поэтому Евочка уже должна идти в школу. Так, давай, не опаздывай. Ага, все. Хорошо, до вечера. Пока-пока. Вы думаете, она реально придет к нам в школу учиться? Да стоп, Рос. Вы видели, какая училка Бен злая была? Это капец. У нас и так проблем полно. Еще и это. Мэрпайер. Какое дурацкое название. А мне нравится. Нейт! Всем приветик. Привет. Эй, это моя паста. Ну вот, теперь и будет моя. Да я тебе сейчас. Ох, это хватит. Бен, прекрати. Я наполовину русалка. И на меня не действуют песни моих сородичей. А еще я могу так. Что вы жжете? Она сейчас и вас превратит. Посмотрим, как на нее действует вот это. Что ты там говорила? Я не могу превратиться обратно. Верни меня. Да пожалуйста. Да пожалуйста. Ого, это Ева крутая. Ага. Недоброе утро всем. Здравствуйте, мисс Бен. Здрасте. Очень рада с вами познакомиться. Мама вас много рассказывала. Ммм, ясно. Новенькая вас не обижает? Нет, не обижает. Ну что ж, ладно. Но я буду следить за тобой. А теперь начнем урок. Зачем эта Ева припрылась в нашу школу? Она же нас позорит. Ага. Еще и парням она понравилась. Вообще-то я заставила их варить зелье. Зелье? Ага. Да, чтобы превратить эту заразу в жабу. С Беном? Да. Это мы еще посмотрим. Кто превратится в жабу? Все сделаем. Мы обязательно превращать Еву в жабу? Конечно, обязательно. Она должна понять, что мы тут главные, а не она. А на дайте сюда. По запаху вроде она. О, нет. Элис? Что ты наделала? А нефиг. Была пытаться меня обидеть. И я круче вас всех. Ева, что ты тут устроила? Она вас все-таки обижает. Да. Вот. Жабу в школу притащила? Нет. Это Элис. Ева, ты превратила одноклассницу в лягушку? Ну, вообще, сначала мы хотели превратить Еву в жабу. Ну, Элис сама облила на себя зелье. Потому что Ева ее напугала. Так, все. Ева, ты сейчас же отправляешься в подводный исправительный класс. Чего? Ну, вы же слышали? Они первое начали. Сами сказали. Пока ты не появилась у нас, никто не хотел другому сделать позлости. Все из-за тебя. Это несправедливо. Все потому, что вы ненавидите моих родителей, да? Хватит. Маршин из правительных класс. Капец. Туда же зайдется нечем. Дурацкая училка. Я всем маме и папе расскажу. Они ее устроят. Или нет. Я ее устрою. Да как же это делается? Кто там шарится? О, нашел. О, класс. Ну, вода ушла. Так-то лучше. Ой, а чего ты здесь? О, привет. Привет. Я просто думал, тут никого нет. И хотел домашку в тишине поделать. Меня училка наказала и посадила сюда. Пипец. Теперь мне от нее влетит. Не влетит. Валим? Давай. Не поняла. А кто в воду спустил? Ева. Ну все. Мы попали. Нет. Кто это делает? Порубите воду. Ну, я ее устрою. А теперь точно валим. Давай. Обалдеть. Так училку еще никто не пранковал. Не боишься мести? Ой, да что она мне сделает? Тем более у меня теперь есть друг-ведьмак. Ведьмак? Я что ли? С чего ты взяла? Ну, ты явно не вампир и точно не вампир и точно не русал. Значит, ты не мак? Если честно, то я обычный человек. Единственный в семье без способностей. Ого. И что ты тогда делал в магической школе? У меня мама там работает. Ну, понятно. Знаешь, и пофиг, что ты обычный. Зато ты смелый и сообразительный. Спасибо. Ты тоже очень крутая. Я таких еще не видел. Ладно, мне домой пала. Пора. Еще увидимся. Пока. До встречи. Добрый день, миссис Гнэй. Здрасте. Мы так рады, что наша дочь учится именно у вас. Вы лучшая учительница. Это вам. Что вы думали? Меня бы не там подкупить можно? О чем вы? Ваш гибрид нарушает правила школы. Ева, мы рыбаем. Она чудовище. Это создание вообще ошибка природы. Да как вы смеете так говорить про нашу дочь? Ваша дочь в первый же день в школе превратила одноклассницу в жабу. Сбежала из исправительного класса и заперла меня там. Ева не могла так поступить. Она хороший ребенок. Это отродье не может быть хорошим. А знаете что? Никто не смеет оскорблять мою дочку. Тогда ищите лучший подход к детям, чтобы они не нарушали правила. Привет, родители. Привет. Как первый день в школе? Да норм. Одноклассники пытались выпендриться, но я им показала, кто здесь главный. Не, моя дочка. Зак. Сори. А как там учительница Гвен? Противная она. Одноклассники сами накосячили и наказали меня. И неужели ты прям ни в чем не виновата? Неа. Тогда какого черта миссис Гвен вызвала нас к себе и отчитывала? Ну я правда ничего такого не сделала. Ну да, подумаешь, сбежала из подводного класса. Ну я же незаслуженно там сидела. Ева. Миссис Гвен не просто учительница. Она очень сильная ведьма. Лучше с ней не ссориться. А из-за тебя у нас не конфликт. Обещай, что будешь себя хорошо вести, чтобы у нашей семьи не было проблем. Постараюсь. Только если она первая не начнет ко мне цепляться. Ева. Она вся с тебя? Да, бунтарка. Зак. Все, Маш. Серьезно? Вы позвали меня, чтобы домашку по зелье варенью делать? Нет. Тут кое-что поинтереснее. Садись. Короче, мы придумали, как бороться с Евой. Вы опять? Она же к нам не лезет, пока вы к ней не пристаете. Это пока. У Евы больше сил, чем у нас. Вова, ты прикинь, что она может с нами створить? Как представлю. Ужас. Поэтому слушай их и соглашайся. Ты же знаешь наших девочек. Тихо. Мы решили дышать Евусью. Вот рецепт зелья и заклинания. Ракушки с дворца Тритона. Кровавый сок. Водоросль с пещерой Урсулы. Фото сильнейшего вампира. И горгонья вода. Духи русалок, вампиров явитесь. Силы Мэр Паэр себе заберите. Готово. Нужно проверить. Оно должно сработать. У нас нет права на ошибку. Ну, ребят, давайте. Ну, чего вы. Мы с противоядием потом дадим. Ну, вы и трусы. Ну, как? Силы пропали? Сейчас проверим. Еве это понравится. Как тебе фотка? Это кринж. Это же Арель, да? Ага. Они хотели сварить зелье, чтобы лишить тебя сил. Ну, теперь Арель выглядит как чудовище. Чудовище. Лузеры. Слушай, ты свободна сегодня? Да. А есть предложение? Можем сходить в кафе? Типа свидание? Можно и так сказать. Что? Я перезвоню. Свидание. Да, мама, свидание. Мне уже 16 лет. Я имею полное право ходить с девочками на свидание. Да. И не с этой змеюкой. Ева мэр Пайер. И она хорошая. Просто ты ее плохо знаешь. Она ошибка природы. Дочь вампира и русалки. Нельзя смешивать виды. И что? Я единственный в семье ведьм без способностей. Значит, я тоже ошибка природы? Нет, ты не так меня понял. Все я правильно понял. Ну что вы, Голгори, ищите быстрее. Найти противоядие в этих книгах не так уж просто. Кстати, с таким лицом. Вот что, не просто. А тебе идет. Может, так и останешься. Я тебя сейчас покутаю. О, нашел. Нужно вот это зелье. А это точно то зелье? Да пофиг. Неужели может стать хуже? Ну, вот именно. Да, походу, может. Что там еще? Что вы тут даете? Что вы тут орете? Смотри, Лягушечка, что это? Это орель. Что вы тут уже начудили? Мы, точнее девочки, хотели лишить сил Ел. Но что-то напутали в зелье. И получилось вот это. Да уж, ладно. Хорошо, что у вас есть я. Я. Снова я. Спасибо, мисс Гвен. Может, вы нам поможете лишить Ел усил? Тогда она перестанет доставать меня и моего сына. Нет, тогда меня уволят с должности учительницы. Ну, мисс Гвен. Нет, все, хватит. Разбирайтесь без меня. Ммм, как вкусно. Не думаю, что ты ешь обычную еду. Ты разве не пьешь кровавый сок? Пью, конечно. Мне без разницы. Поскольку я мэрпайер, я могу есть что угодно. Круто. Слушай, может, пойдем прогуляемся? А то тут так жарко. Жарко? Так это не проблема. Сейчас будет ветер. Все, все, хватит, хватит. Вот это у тебя мощный хвост. А то. Благодаря вампирской киперскорости я могу хвостом полгорода свести. Блин, это так круто. Твои вампирские качества усиливают русалочи. И наоборот. Ага, мне тоже нравится. А еще я так могу. Вау. Блин, Ева здесь. Еще и сына мучилки. Что? Офигеть. Училка точно будет в бешенстве? Нашел, я нашел. Что? Кого? Ведьму, которая поможет нам с Евой. Серьезно? Ты нашел ведьму на амбазон? Ну да. Да пофиг, давайте вызовем. Зрачного дня, мои дьявольские заказчики. Чем могу вам помочь? Нам нужно лишить сил мэрпайер. Кого? Кого? Дочку, вампира и русалки. Ага, поняла. Что она делает? Тише, тише, тише. И? Куда она исчезла? И телефон мой исчез. И мой. И все папки пропали. Она нас обчистила. Это ты ее вызвал. Я же не знал, что она аперистка. Стой! Ага, ну стой! Ага, ну стой! Так, ты опять ешь? Ну да. Как можно спокойно есть? Да у твоей дочери подростковый путь. Верни. А ну, брызь. Ты еще смеешь на меня шипеть? Прости. Так что там? Я бы опять что-то устроил. Нет. Ну, может. Нам нужно с ней что-то сделать. Может, найдем для нее какое-то хобби? Вот ты в ее возрасте чем занималась? Училась. И с тобой встречалась. Точно! Нашей дочери нужен парень. Вау! Вау! Какой парень? Хороший. И желательно, которого мы найдем сами. Например, русала. Или вампира. А давай приведем двоих. И пусть дочь сама выбирает. Супер, давай. Я нашел. И я нашла. Вы кто такие? Где я? Почему я в сетке? Тише, тише. Успокойся. Итак. Я Зак. Это Тина. Мы родители Евы. Мы ее не обижали. Честно, честно. Это все девочки. Нам вообще Ева даже нравится. Да, да, нравится. Вот и прекрасно. Один из вас станет ее парнем. Парнем? Крутяк. Офигеть. У меня будет девушка Мэр Пайер. Нет, у меня будет девушка Мэр Пайер. Тише, тише. Без драк. Ева сама выберет одного из вас. Все в ваших руках. Она скоро придет домой. Так что вы подготовьтесь, чтобы ей понравится. Аккуратно, доченька. Там сюрприз, да? Еще какой. Та-дам. Мэр, Нейт. Это и есть сюрприз, да? Да. Мы с папой решили, что пришло время завести тебя парня. И выбрали самых классных парней из твоей школы. Они мне не нужны. Ну, доченька, хоть пообщайся с ними. Может, один из них вот и понравится. Но... Мама с папой плохого не посоветуют. Поболтай с мальчиком. Ну, привет. Привет. Это тебе. Красивый, спасибо. Ты когда успел букет купить? Пока ты тупил. А у меня для тебя тоже кое-что есть. Вот. Булка. Вообще-то, я ее сам приготовил. Ну, ты же ешь и вампирскую, и обычную еду. Вот. А тут комбо. Булочка с джемом из кровавого сока. Класс. Вы не уйдете? Неа. Ты нам с первого дня понравилась. И это наш шанс понравится тебе. Ага. Ясно. Что-то не так? Ты в порядке? Нет. Понюхать цветы станет легче. Вообще. Ява, ты в порядке? Ява. Я вас сожру. Ну, куда же вы? Валим. Ева. Ты что с парнями сделала? Ничего. Они просто не прошли мою проверку. Ну, ничего, доченька. Не расстраивайся. Мы найдем других парней. Да не нужен мне никто. У меня уже есть парень. Томбис. Русал. Человек. Донни. Что? Донни, это же сын ведьмы Гвен. Донни сын училки? Да и пофиг. Он все равно не нравится. С ума сошла. Нам нельзя встречаться с людьми. А тем более сыном Гвен. Да, отвалите. Ну что, идем? Да. Стойте. Мы с вами. Вы же не хотели стучать на Ему. Она же вам нравится. Уже, дед. Идемте. Войдите. Чего вам? Мисс Гвен, у нас для вас ужасные новости. Да, мы понимаем, что это будет очень больно слышать. Но вы должны. И хорошо, что вы сидите. Да что случилось? Ваш сын встречается с Евой. Знаю. Знаете? И вы с этим ничего не будете делать? А какое ваше дело? Да Ева меня достала. А тут еще вы. Я сама разберу, что делать с Евой и со своим сыном. Ясно? Да. Простите. Кто там что-то пишет? Интересно. Наша Ева не может встречаться с обычным человеком. Вот-вот. Поэтому я принял меры. Какие еще меры? Здравствуйте. Че звали? Я позвал Гвен, чтобы мы вместе разобрались с нашей общей проблемой. Предлагаю отправить вашу дочь на одинокий остров посреди Атлантического океана. Гвен! А что? С тех пор, как ваша дочь встречается с моим сыном, он стал неуправляемым. Ева тоже. Значит, нужно их разлучить. Предлагаю объединить наши усилия, несмотря на нашу вражду, чтобы не допустить катастрофы. Согласна. Мне уже вас хватило. Так, ты согласна объединиться, чтобы разделить наших детей? Конечно. Ради такого я согласна. Пипец. И что мы теперь будем делать? Как вообще это? Доням понравится Еве. Он же обычный. Эй! Вы переживаете, что его не наказали, или что она выбрала не вас? И то, и другое. Кажется, у нас нет шансов справиться с гибридом, если даже училка ей ничего не делает. А я, кажется, знаю, что нужно делать. Донни, пора бедать! Донни! Неужели он опять сбежал на святанку с этим чудовищем? О, добрый день, Гвен. А ты что здесь делаешь? Я пришла к Донни. Мы должны были встретиться, но он уже два часа не отвечает ни на сообщения, ни на звонки. Вот только не надо прикидываться, что не знаешь, где он. Ты спрятала от меня сына! Вы сумасшедшая! Я ничего не делала! С меня хватит! Я сейчас же вызываю твоих родителей! Мы уже здесь? А где Тина? Сейчас. Я здесь! Что случилось? Ваша змеюка покидела и спрятала моего сына! Что? Ева, сейчас же верни Донни домой! Но я ни при чем! Сама его ищу! Не ври! И вообще, мы тебе запретили с ним видеться! Почему? Потому что это против правил! Так вы же сами поженились против правил! Вам тоже запрещали быть вместе! Это другое! Ах, другое! То есть, вам можно, а если я влюбилась, то вам влюбилась! Не сми, цепляться к Донни! Ты его испортишь! Да кто кого еще испортит? А вы вообще своему Донни из-за того улетели! Кого? А он против? Что? Они чокнулись! Я знаю, где Донни! Я знаю, где Донни! А вы, ты, ты! А мне, Ронни! Зачем вы меня похитили? Что вам надо? Не бойся! Мы тебя не тронем! Нам всего лишь нужно, чтобы твоя мама подумала, якобы тебя похитила Ева! А мы притащим тебя! Типа спасли! Так, я же ей все расскажу! И вам хана! Мы подготовили зелье от забвения! Вы же ни одно зелье удачно сварить не можете! Они у вас не работают! Блин, а может Донни прав? Ага, и нам влетит и от училки Гвен, и от Евы! Вы что, струсили? Нет, это здравый смысл! Валим! Нет, поздно отступать! Вам всем капец! Теперь точно валим! Ева! Как ты нас нашла? Это я написал! Вы же затупили и не забрали у меня телефон! Блин! Ней должен был это сделать! Какого фига? Вы похитили моего парня? Да мы просто хотели тебя проучить! Ну, мы уже передумали! Можешь забирать Донни! Я заберу! Но сначала я разберусь с вами! Ого! Ты и так сможешь! Сама не ожидала! Думала, они просто вырубятся! Ладно, вскрывали! Можно сказать твоей маме, что ты в порядке! И это не я, тебя прятала! Какая разница! Нам все равно не разрешат быть вместе! Ты прав! Я вообще не понимаю родителей! У них такая же ситуация, как и у меня! Но почему-то они против нашей пары! Может, сбежим? Далеко-далеко! Накрась света! Они и там нас найдут! Твои родители и моя мама говорят, что человеку нельзя встречаться с магическими существами! Так? Да! Значит, я тоже должен стать магическим существом! На что ты намекаешь? Ты наполовину вампир! И одним укусом можешь обратить меня в вампира! Но ты же понимаешь, что жизнь вампира не такая классная, как тебе кажется! Ты уверен? Ева! Я тебя люблю! И готов на все, чтобы быть с тобой вечно! Я тебя тоже люблю! Все из-за вас! Где теперь искать моего сына? Его нигде нет! Моя Ева тоже пропала! Все из твоего Дони! Мой Дони хороший! Моя Ева тоже! Хватит! Прекратите ссориться! Лучше идем искать детей! Мы их уже везде обыскали! А вот и мы! Сынок! Доченька! А что-то ты как-то странно выглядишь! Да! На меня стал похож! Потому что я стал таким же, как и вы, мистер Зарк! Ты попив! Глэн! Вы совсем уже, Ева! Ты его укусила? Ага! Укусила! Ева! Вампирам запрещено кусать людей! Тебя посадят в тюрьму! Мой сынок! Он навсегда останется вампиром! Зачем ты это сделала? Мама! Не трогай Еву! Это я попросил! Зачем? Потому что вы не разрешаете нам быть вместе! Мы любим друг друга и нашли такой выход! Пипец! Какой ужас! Какой ужас! Если бы я только знала, что вы до такого додумаетесь! И что бы вы сделали? Разрешили бы нам встречаться? Ну, конечно! Это ведь лучше, чем сын! Пипец! И мы тоже! Есть! Это мы и хотели услышать! Стоп! Клуки у тебя не настоящие, что ли? Нет! Мы решили вам показать, что будет, если вы не перестанете запрещать нам встречаться! Теперь-то вы разрешите нам быть вместе? Да! Да! Но за такие шутки я вас обоих нахожу! Полностью поддерживаем! Да уж! Опять я в этом классе! Ну и что? Главное, что мы вместе! Ага! Слушай, и правда, а мы здесь только вдвоем? Считай, необычное свидание под водой! Ага! Ой! Ой! Есть теперь друг ведьмак! Ведьмак? Ой! Я, что ли? С чего ты взяла? Ну... Ты неаккуратная, конечно! Да, да, конечно, согласна! Вот так вот! Когда вы узнали, что вы веренны? Сегодня! Сегодня! С чего? Все заботятся о маме и ждать на рождение ребенка! А кто мама? А кто папа? Потому что я стал таким же, как и вы, мистер Жак! Я все забыл! Я поднялся, как... Один взгляд! Нет, я поднялся, как ты поднялся, я все забыл! Как бы люди черного! У-у-у! Э-э-э-э-э-э-э! Продолжение следует...